Странная дискуссия вокруг наличия или отсутствия необходимости ужесточать продажу алкоголя в Магаданской области никак не утихает. Михаил Лихолобов, консультант отдела лицензирования розничной продажи алкогольной продукции регионального правительства, настаивает на мерах, которые, с его же слов, приведут к закрытию в Магадане шести точек общепита. Из них только четыре можно условно отнести к называемым наливайкам. Но два предприятия – нормальные бары, что почему-то никак не меняет позицию и мнение чиновника. Также появились иные инициативы, объединенные одним и тем же посылом. Колымчане – самые пьющие люди в России. Поэтому главный способ помочь им – поскорее что-нибудь запретить. Мы предлагаем ввести изменения и установить запрет для розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах, располагающихся в многоквартирных домах или прилегающих к ним территориях. В случае, если зал обслуживания посетителей составляет площадью менее 100 квадратных метров. В молодежном центре состоялось заседание рабочей группы Общественной палаты региона, темой которой вновь стало обсуждение новых антиалкогольных инициатив. Впервые в региональной дискуссии приняли участие представители бизнес-сообщества Дальневосточного федерального округа. «100 квадратных метров – это фактически беспрецедентный пример в рамках Российской федерации. Мы будем смотреть, давайте, Дальневосточный, да, федеральный округ. 36 квадратных метров – Хабаровский край, 30 квадратных метров – Приморский край, 25 квадратных метров – Камчатка. Поэтому именно такая огромная цифра, ну, немножко непонятно». Как оказалось, предлагаемая Михаилом Лихолобовым нижняя планка площади торгового зала в 100 квадратных метров для точек общепита, расположенных в многоквартирных жилых домах, продающих алкоголь, абсолютно не соответствует практике в других регионах Дальнего Востока. «Как показывает практика других регионов, запретительная практика не приводит к желаемым результатам, и бывает иногда наоборот противоположный. И на место законопослушных предпринимателей, которые легко контролируются, да, которые добросовестно платят налоги, которые обеспечат рабочие места, придет для него бизнес». Как указали участники встречи из других субъектов, в России уже сейчас принято такое количество ограничений в отношении производства, продажи и рекламы, например, пива, что положение дел в отечественной отрасли невозможно сравнить ни с одной другой страной мира. При этом даже представитель ОМВД России по Магаданской области достаточно неопределенно высказался относительно перспектив влияния обсуждаемых мер на желаемый результат – борьбу с наливайками. «От областных чиновников прозвучала и претензия к мэрии областного центра по качеству отзыва на законопроект». «Просто написать положительный отзыв или отрицательный, я считаю, что этого недостаточно. И в том числе, например, в мэрии города Магадана я знакомилась с отзывом и непосредственно по проекту многоквартирных торговых, да, в многоквартирных домах. То есть мне такое ощущение, что в отзыве даже нет понимания о том, что на действующий бизнес это не распространяется». Однако далее спич оратора многих просто удивил, создав впечатление, что чиновник просто не погружен в тему многолетних публичных дискуссий на различных площадках городской областной общественных палат, а также общественных обсуждений по инициативе самого крупного муниципалитета региона. «Кроме того, хотелось бы понять, есть ли у нас отзывы общественных организаций и представителей делового сообщества. То есть если обсуждения были, то есть есть ли какие-то непосредственно конкретные предложения, критика или положительные, или отрицательные отзывы на сегодняшний день. Если их тоже мы не владеем этой информацией, я думаю, тоже нам надо этот круг расширить и обратиться к деловому сообществу, чтобы они свою точку зрения высказали непосредственно, как вот сейчас коллеги с нами участвуют в ВКС». Мнения общественников в основном были против законопроекта. «Понимаете, вот мы их сейчас закроем, комплекс, но же мы не работаем, уйдет все в теневую продажу. Таксисты начнут продавать, все эти надевают». «Общественный представитель АСИ по Магаданской области в части предпринимательства. Хочу сказать, что мы будем биться за каждого предпринимателя в это непростое время. Чем бы он ни занимался, поскольку это налоги. Давайте сразу вещь называть своими именами. С алкоголя отличные поступления идут в бюджет, в том числе в Магаданской области, с легальной продажей. Поэтому вопрос о том, что существует линейная зависимость между объемом проданного алкоголя и привычками бытовыми населения. В это я не верю сразу и во веки веков. Я участвовал в прямых линиях на телеканалах, где вот эти все хамзаевскую лукавую статистику, мы там ее покидывали просто очень легко и непринужденно. То есть в этом плане, так как мы самый пьющий регион, вот в этом даже не надо никому тут лукавить». Конечные решения по данному вопросу будут принимать депутаты Магаданской областной думы. Есть надежда, что подобные общественные дискуссии помогут кристаллизовать мнению гражданского общества, которое в свою очередь будет ожидать от власть имущих обязательного учета интересов всех людей бизнеса и государства. Магадан простился с ветераном Великой Отечественной войны Александрой Сафроновой. Александра Васильевна родилась в Скурской области в 1923 году. Когда началась война, ей было всего 18 лет. Немцы подошли к Москве. Она попросилась на фронт, для этого в военкомате прибавила себе возраст на год. Александра окончила ускоренные курсы медсестер и за два месяца помимо медицины освоила парашютное дело и получила водительские права. Главной ее обязанностью было выносить раненых с поля боя. Заслуги Александры Сафроновой были отмечены Орденом Великой Отечественной войны второй степени, медалями за отвагу, за победу над Германией, за взятие Вены, за взятие Будапешта. Я благодарен вам, Александра Васильевна, за то внимание, которое вы всегда оказывали молодежи. Вас знают пацаны многих поколений города Магадана. Спасибо вам за то, что вы постоянно были у нас в клубе «Подвиг». Ребята вас очень любят, любили и будут любить, вспоминать вас всегда как шефа нашего клуба «Подвиг». Мне сегодня очень больно говорить. С вашим уходом у нас осталось совсем мало ветеранов Великой Отечественной войны. Всего два человека. Мы хотим, чтобы они еще долго были с нами. Александра Сафронова попала на север вместе с мужем. Работала лагерной медсестрой, а позже лаборантом в районной больнице. В 2015 году была приглашена на празднование юбилея Победы в Москве. Александра Васильевна прожила на Колыме более 60 лет. Доблестно воевала, защищая наше Отечество на полях сражений Великой Отечественной войны. Добросовестно трудилась, поднимая разрушенную после войны экономику страны. И много-много лет посвятила воспитанию нашего подрастающего поколения в духе патриотизма и любви к своей родине. 5 марта этого года Александре Васильевне исполнилось 98 лет. Чествовали ветерана, как всегда, первые лица города и области, а также общественники, представители силовых структур, друзья и близкие люди. Тогда она пообещала, что доживет до 100 лет. Но этого не произошло. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова